Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Уже довольно давно между игроками всего мира ведутся споры касательно различных показателей комфортности игрового процесса. Многие полагают, что для комфорта необходим лишь высокий фпс, который будет превышать герцовку монитора и который будет требовать высокопроизводительное железо. Кто-то же вообще считает, что различить свыше 60 кадров в секунду человеческий глаз не в состоянии, а соотношение герцовки монитора к фпсу должно быть один к одному. А кто-то вообще не видит разницы между двумя этими понятиями. В этом выпуске я постараюсь в очень упрощенной форме рассказать вам, из чего же складывается комфорт игрового процесса, при этом не затрагивая вопросов производительности самого железа. Также для тех, кто хочет углубиться в данную тему, я оставлю несколько ссылок с полезной информацией. И чтобы вы не скучали, весь выпуск будут мелькать кадры из различных игр. Итак, поехали. Для начала пройдемся по терминам. Аббревиатура фпс расшифровывается как frames per second и обозначает количество кадров, которые поступают на экран монитора от видеокарты за секунду. И соответственно значение фпс зависит лишь от производительности системы. Далее, максимальная частота кадров или частота вертикальной развертки, измеряемая в герцах, показывает частоту, с которой на мониторе обновляется кадр. И максимальное значение этого параметра зависит уже от самого монитора. Думаю на этом этапе мы уже ответили на один вопрос. А именно то, что герцовка монитора и фпс это совершенно разные понятия, несмотря на некоторую схожесть в терминах. Теперь перейдем ко второму вопросу. При каком количестве кадров мы видим плавную картинку, а при каком нечто похожее на слайдшоу? Как правило, это значение находится примерно в диапазоне от 20 до 25 кадров и может варьироваться ввиду большого количества факторов, таких как яркость источника изображения, размер экрана, а также особенности восприятия каждого конкретного человека. И все же в кинематографе выбрана частота именно 24 кадра в секунду. Теперь что касается комфортного фпс. Как я уже сказал, многие считают, что фпс это то значение, которое, как говорится, чем больше, тем лучше. Но на самом деле даже при очень высоких значениях мы можем ощущать проблемы с игрой. А все потому, что на комфорт при игре влияет еще целый ряд параметров, таких как герцовка монитора, метод синхронизации, метод вывода изображения или же буферизация, пинг, время отклика монитора, input lag или же время отклика устройства ввода, дисплей lag при выводе изображения на монитор, сетевой lag, а также множество других факторов. Так давайте разберем их немножечко подробнее. Что касается герцовки, то чем выше этот показатель, тем плавнее изображение и тем более актуальна картинка в данный момент времени. Но необходимо учитывать тот факт, что это справедливо только при оптимальном подборе всех остальных параметров. Теперь касательно метода синхронизации, для чего она нужна и какие виды синхронизации существуют. Мониторы обладают фиксированной частотой, например 60 Гц, 144 Гц и т.д. Видеокарта же напротив рендерит изображение с переменной частотой, ввиду неоднородности различных просчетов. Поэтому при попытке синхронизации GPU с монитором происходит так называемый эффект tiering или же эффект разрыва, когда кадр сформирован таким образом, что верхняя часть картинки от одного кадра, а нижняя уже от следующего. Тут на помощь и приходит технология vSync или же вертикальная синхронизация, которая устраняет эти горизонтальные разрывы, но имеет существенный недостаток. vSync вызывает задержки вывода изображения из-за разницы в частотах монитора и GPU. Эта технология не создает особых проблем, когда частота кадров выше частоты развертки монитора. А вот если количество кадров, которое рендерит GPU ниже частоты развертки, то vSync будет показывать один и тот же кадр изображения по времени, несколько кадров развертки. Соответственно просадки FPS в такие моменты будут очень заметны и ощутимо влиять на геймплей. Устраняет данный недостаток адаптивная синхронизация от NVIDIA под названием Adaptive vSync, которая автоматически включает vSync, когда количество кадров превышает частоту развертки, и выключает его, когда количество кадров проседает. Кстати о NVIDIA. У нее как и у AMD есть технологии G-Sync и FreeSync соответственно, которые устраняют недостатки vSync за счет того, что частота обновления монитора синхронизируется с частотой рендеринга на видеокарте и кадрный дисплей выводится непосредственно сразу же после их рендеринга, что позволяет избежать дрожания картинки и повышает отзывчивость управления в целом. Что же касается буферизации, то это метод подготовки данных, который обеспечивает возможность вывода кадров на экран, при этом не прерывая процесс подготовки следующего кадра. Я не буду вдаваться подробностей и скажу лишь, что в играх используется двойная и тройная буферизация. Последние же за счет дополнительного буфера позволяют уменьшить задержки в выводе изображения. Если немного подробнее, то при включенной технологии vSync при просадке FPS при двойной буферизации мы получаем фреймрейт в 30 кадров в секунду, а при использовании тройной буферизации мы получаем промежуточное значение в 45 кадров в секунду, что гораздо более комфортно. Про ping я думаю и так всем известно и рассказывать про него не стоит. В обиходе этот термин обозначает время между запросом сервера и ответом. Что же касается времени отклика монитора, то это время переключения пикселя с 10% яркости на 90%. По поводу input lag и display lag, то это задержки, которые определяются временем, за которые устройство просчитывает принятый сигнал от источника и выведет картинку на экран. Сетевой lag — это задержка, которая присутствует в некоторых сетевых играх. В случае наличия этой задержки несколько кадров от общего входящего сигнала удерживаются, чтобы дать время для доставки данных всем участникам сети перед отрисовкой следующих кадров. Но эта задержка сейчас уже не столь актуальна и чаще всего компенсируется над кодом. Более того, некоторые игры ведут просчет данных на клиентской стороне и ввиду разницы в пинге, фпс и прочих определяющих для просчета значениях один и тот же игровой момент у двух разных игроков может выглядеть абсолютно по-разному. Например, на движке, на котором делали игры серии Call of Duty игроки с разным фпс имели разную высоту прыжка и, более того, в некоторых случаях разные скорости перемещений. Как вы видите, огромное количество связанных друг с другом параметров оказывает влияние на игровой процесс. И да, наверное, этот выпуск было достаточно тяжело слушать, поскольку такая информация тяжело воспринимается на слух, поэтому я советую вам все же ознакомиться с материалом, который я прикрепил по ссылкам. И теперь перейдем к выводам. Во-первых, высокий фпс — это, конечно, хорошо, но еще лучше его стабильность. Наличие просадок вносит множественные артефакты в изображение, что заставляет пользователя принимать это изображение таким, как есть, либо использовать вертикальную синхронизацию, которая не лишена недостатков. Во-вторых, разница между 60 фпс и 120 фпс очень большая. Вы сможете легко ее почувствовать, играя в любую онлайн-игру, при том как на 60-герцовом мониторе, так и на мониторе с более высокой герцовкой. Только выражаться она будет на этих мониторах по-разному. Да, эта разница менее ощутима, чем между 30 и 60 кадрами в секунду, но поверьте, она более чем очевидна. В-третьих, не включайте вертикальную синхронизацию вообще, если ваш компьютер не всегда выдает больше 60 кадров, иначе будут просадки. В-четвертых, если вы чувствуете дискомфорт при игре и вам кажется, что есть некоторая задержка, не спешите грешить на фпс. Вспомните о том, что я говорил выше, существует еще множество факторов, влияющих на игровой процесс. И в-пятых, старайтесь все же как можно чаще делать перерывы при работе за компьютером, так как любое мерцание – это нагрузка для ваших глаз. Ну что ж, надеюсь, что у меня получилось хоть и очень поверхностно, но все же ответить на часть вопросов касательно мониторов. И на этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, а также задавайте ваши вопросы, я стараюсь на все отвечать. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и увидимся в следующих выпусках. С вами был канал IT-вердикт, пока!